Сейчас здесь игровая комната. Играют дети, но одним движением руки эта игровая комната может превратиться в спальню. Эффект два в одном. Всего за несколько минут 40 детских кроваток исчезают и на освободившемся месте появляются игрушки. Для развлечений детсадовцев не нужны дополнительные комнаты и новые помещения. Там, где несколько часов назад спали, уже играют. По научному такой подход в Краснодарском 175-м садике называют мобильной организацией полезной площади. Там, где раньше могли поместиться максимум две кровати, сейчас выдвигаются сразу четыре. И в группу, которая рассчитана на 20 детей, без проблем ходят 40. Используем каждый сантиметр нашей полезной площади, для того, чтобы как можно больше детей могли посещать детский сад. Чтобы в детский сад мог ходить каждый ребенок Кубани, таких современных построек нужно возвести не один десяток. Вопрос ликвидации очередей в дошкольные учреждения сегодня стал одним из главных на повестке дня у краевых властей. Обсуждали его в расширенном формате. На большое совещание губернатор собрал своих заместителей, руководителей региональных министерств, глав районов и мэров крупных городов. На Кубани удалось создать крупнейшую в стране сеть дошкольных учреждений. Однако, без проблем устроить своего ребенка в детский сад сейчас могут только 70% жителей края. Открывая заседание, Александр Ткачев напоминает о сроках. Очереди в детские сады полностью должны исчезнуть уже в январе 2016 года. За последние два года мы провели большую работу по уменьшению очереди в дошкольные учреждения. При плане 19 тысяч мест создали 23 тысячи. В 2014 году край занял третье место в России после Московской и Иркутской областей по количеству построенных детских садов. Но этого недостаточно, чтобы решить полностью существующую проблему. Согласно дорожной карте, до конца года нам необходимо обеспечить местами в детских садах еще 22 тысячи детей. Для этого бюджета края заложено 2 миллиарда рублей. И я хочу подчеркнуть, что сумма должна быть освоена до последней копейки в текущем году. В ликвидации очередей помимо строительства новых зданий, краевые власти также делают ставку на увеличение групп кратковременного пребывания и частные семейные детские сады. Еще один путь решения проблемы – оптимизация пространства в уже существующих дошкольных учреждениях. Например, по такому же принципу, как в новой пристройке Краснодарского 175-го детского сада. Уплотнить группы можно за счет многоярусных кроватей и многофункциональной мебели. Этот опыт сегодня активно используют в Москве. Мы будем двигаться по двум направлениям. Прежде всего, строительство порядка 7-8 тысяч в этом году новых мест. И вторая задача – оптимизация существующих площадей, которые есть в детских садах. Как делает Москва, Екатеринбург и другие территории. Мы должны в этом направлении двигаться более четко, изучить опыт. Поэтому я поручаю Минстрою разработать 2-3 типовых проекта на каждую категорию детского сада. Подчеркиваю, должна быть такая унифицированная форма. Это должно быть функциональное, должны быть безопасные и быстро возводимые здания. Концепция меняется, коллеги. До конца года остались считанные месяцы. И мы не только должны освоить деньги, но, подчеркиваю, построить недорого. Главная задача, которую в очередной раз ставит губернатор – строить быстро и качественно. В погоне за архитектурными излишками некоторые районы не только тратят больше денег, но и самое важное – время. Здания, в первую очередь, должны быть безопасными и функциональными, настаивает Ткачев. А главное – с максимально возможным количеством мест. Чем пренебрегают сегодня некоторые застройщики, отмечает вице-губернатор Галина Золина. А значит, неэффективно используются бюджетные деньги, что недопустимо в нынешних условиях. Но это еще полбеды, говорит Золина. Есть и те, которые вовсе исчезают с выделенными на строительство деньгами. Из-за таких подрядчиков сегодня ввести не могут почти тысячу мест. В Приморско-Ахтарском районе подрядчик получил все деньги на оборудование, тоже испарился и исчез. Ситуация зависла, остается только одно. Муниципалитет должен выделить 6 миллионов, закупить это оборудование, запустить этот объект, а потом уже судиться с подрядчиком и восполнять муниципальные свои издержки. Другого варианта нет. Вы посмотрите общие цифры. 995 мест мы не можем ввести. Больше, чем на 730 миллионов рублей. Коллеги, ну это тот случай, когда говорят, почему мы такие бедные, потому что такие богатые. Это недопустимые суммы, недопустимые сроки, недопустимая ситуация. И поэтому мы сегодня имеем этот охват, эффективность, вернее, использования созданных в 2014 году мест всего лишь 95%. Глава муниципалитетов нужно плотнее работать с подрядчиками, требует ткачев. Всех, кто затягивает сроки, заносить в черный список. И в дальнейшем не подпускать к муниципальным заказам. Коллеги, шутки в сторону. Я, честно говоря, ситуация очень серьезная. У нас огромная масса долгостроев. Каким образом вы собираетесь успевать? Вы что, на 2017 год, на 2016 год переносить собираетесь? Не подставляйтесь. Время есть, и оно очень ограничено. Для каждого из вас. Это маленькая олимпиада, коллеги. И биты будете со всех сторон. Как можно браться было за эти объекты, социальные, сложные. Есть сроки, указы президента. Вы думали, на что шли. Теперь сами доводите до ума. И чтобы закончить объекты на уровне фундамента, который мы видели там, в третью часть практически, круглосутки работать. В три смены. Но если не сделаете, имейте в виду, приняйте на себя потом. Проскочить не удастся никому. Своя дорожная карта должна быть в каждом районе. И первый ее пункт – ликвидация так называемой актуальной очереди. Обеспечить местами нужно тех, кто остро нуждается в детском саду уже сейчас. Это дети от трех до семи лет. Справиться с этой задачей главы муниципалитетов обещают в срок. У нас около полутора тысяч детей нуждаются сегодня от трех до семи лет. Мы, я думаю, до конца этого года очередь ликвидируем. Это будет полный комплекс и оптимизация мест существующих. Это 653 ребенка мы за счет этих мероприятий устроим. И, соответственно, будем строить и за счет инвесторов в том числе. Чтобы закрыть нам полноценно очередь, необходимо построить в ближайший год 4 детских сада. Итого мы дополнительно получим 1200 мест. Еще с прошлого года мы уже начали оптимизацию площадей вариативной формы. Ну и, естественно, и строительство, и пристройки. Будем использовать и свободные площади. В школах уже есть такой опыт. Число дошколят с каждым годом будет становиться все больше, говорит губернатор. На Кубани отмечают демографический рост. За прошлый год родилось почти 75 тысяч малышей. И уже сегодня нужно сделать все, чтобы никто из них не остался без своего места в детском саду. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец и Дмитрий Ланин. Кубань, 24, Краснодар.